Мы лады, что получили диплом. Так весело и задорно Ваня и Макар отзываются о творческом конкурсе ГТО в ЗАТО. Мальчиков наградили памятными подарками и дипломами в зале «Бассейн и дельфин». Свои работы они выполняли вместе с родителями. В конкурсе смогли принять участие воспитанники всех образовательных учреждений. Они приносили нам поделки вместе с заявками. Мы проводили голосование сначала ВКонтакте. Потом финалов было два. Один финал выбирали при зрительских симпатиях также ВКонтакте. А второе голосование мы уже на основании мнения жюри, то есть нашего оргкомитета и центра тестирования. И пять, получается, победителей при зрительских симпатиях ВКонтакте. И десять человек выбрали мы, оргкомитет. Также в зале отметили людей, которые в этом году выполнили нормативы ГТО и наградили их удостоверениями и золотыми значками. В этот раз золотые значки получили около 30 человек. Среди них – воспитанница Икара Дарья Чуканина. Когда я первый раз участвовала, я показала не особо хорошие результаты. И с бронзовой медалью меня настигло такое чувство, что я могу больше, я могу сильнее, я могу стать сильнее. И я начала развиваться и развела себя до золотой медали. Участники, кто не смог попасть в списки победителей, могут обратиться в Центр тестирования ГТО за получением благодарственных писем и памятных призов. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.